Всем здарова, с вами Хирозен, сегодня я снова на карте Jump Arena и вы на прошлом ролике набрали ну очень быстро нужное количество лайков для продолжения. В этот раз я пожалуй ультану и попрошу 200 лайков для быстрого продолжения, но уже не вне очереди. Оставляйте комментарии и ваше мнение об видео после просмотра, погнали. Первый автомобиль как по стандарту, блин уже это говорю, у нас полетит Nissan Maxima или просто назовем его Максимка, раз, два, три, погнали. Также будем оценивать до 10 баллов повреждения, все, едем. Блин, вот эта рубрика на самом деле, я не знал, что она настолько ультанет, я просто думал, ну ладно, понравится, не понравится, ну и что, она в итоге, блин, там за 1,70 лайков. Опа, во, вот чего я ждал, опять же на паузу, сегодня опять же не считаем удары об дно, потому что мы считаем только об воду. Мне нравится то, что иногда машины изгибаются вот так вот, это я вообще дам 2 балла сразу, плюсом. У нее огромные повреждения, кстати, тут уже осматривать надо прикольненько так. Спереди ничего такого, маленькая вмятина максимум есть, поврежденки, да. Что там еще? Багажник открыт, ничего тут не разбито, стекла все разбиты, я так понял, да? Да, по факту они все разбиты. На крыше вмятина, в бачке вмятина. И в этом, блин, бачке тоже мятина. В общем, тут смело я могу сказать, что 6 из 10 баллов за такие повреждения я могу вообще спокойно дать. Но не больше, потому что на больше это 100% не тянет. Окей, Nissan максимум у нас набирает 6 из 10 баллов. Двигаемся к следующему автомобилю. Следующий автомобиль это ГАЗ-24 Волга Америка. Я думаю, вы ее все уже знаете, все про нее слышали. Это из ВАЛ-канала автомобиль, он ее делал. Очень здоровский автомобиль, на самом деле, на V8 вроде бы он создал. Все, погнали на счет 3 раза, 3. Все, сама поехала, не вытерпела. Видите, она прям такая гонит. Мотор, кстати, прикольный такой звучок был. Надеюсь, долетим. Два раза делаем и смотрим, как она ударится. Опа. Вот, вот такие повреждения я ждал в предыдущем ролике. Они как там все бессмертные почти были. За это я уже, блин, вот если так смотреть, вот за это 80 баллов. Но давайте уже посмотрим адекватно. Капот у нас помят. Вообще изгибается тачка ужасно прям. Значит, дно тоже повреждено по факту. Потом, вроде бы... Нет, сзади ничего нет такого прям. Даже фары не разбиты сзади. Хорошо, ладно. Это я обыканул. Стекла у нас разбиты, по-моему, все. Да, у нас стекла все разбиты. Плюс, сама вмятина огромная. Блин, и в боках, и на крыше. На капоте уже говорил. Деформации колес есть? Деформации колес вроде бы нету. 100% я тут ставлю 7 из 10. Посмотрим, как она упадет на дно. Все, дно не считаем. Паду об удар. Потому что только об воду считаем. Уже сто раз говорил. Все, хорошо. Значит, Волга Америка у нас получает 7 из 10 баллов за повреждение. Двигайся к следующему автомобилю. Следующий автомобиль это у нас Хонда Интегра. Да, я специально скачал модель для этого видео. Вопросы. Смотрите, как она прикольная. Такая бело-оранжевая. Может, у кого-то на видео красный цвет видится. Но на самом деле она оранжевая. Прикольно открывается багажник. Ну-ка, салон. Опа, правый руль. Нормас. Давайте начнем. Раз, два, три. Все, поехали, поехали. Как хорошо, что она заводится. Я их все-таки не тестил моды на самом деле перед съемкой. Я вообще только пришел домой. Опа. Опа, опа. Два раза в недействие делаем. Хорошо. И ударяемся в воду. Да, сегодня такие повреждения, которые я именно хотел видеть. На паузу ставим. Давайте же посмотрим, что у нас случилось. Я не знаю, погнулась она или нет. Вроде бы нет. Это так стандартно было. Хорошо, повреждения колес. Ну, вроде нету. Да, нету ничего. Хорошо. Значит, только все внизу. Спереди никаких нет повреждений, кроме того, как капот немножечко погнулся. Один балл. Плюсом потрескалось стекло. Два балла. Бачок немножечко... Че, изменился вообще как-то или нет? Ну да, немножко так, чуток. А этот? Ну, этот тоже так, немножко вроде бы. Так, хорошо. Заднее стекло у нас погнулось. Не то, что разбилось, треснуло. Ну, просто погнулось. Ну, охрен. Че ему еще делать? Тоже чуток есть такая обмятия. Ну, короче, я за эти повреждения, наверное, поставлю 4 из 10. Ибо не охрен, да? Да. Все. Короче, Honda Integra у нас получает 4 из 10 баллов за сегодня. Об удар об воду. Двигаемся к следующему автомобилю. Следующий автомобиль это Mazda CX-7. Просто городская воркер-версия. Она вот так вот называется. Именно вот эта вот конфигурация, имею в виду. А не что-то там в реальности. Прикольные выхлопы. Выхлоп, точнее, о, спады. Давайте насчет 3. Раз, два, три. Все, поехали. Ага, у нее вроде как передний привод. Хотя, на самом деле, не понял. Она стартанова, будто просто с передних колес. Так. В два раза делаем, чтобы не слишком поздно было. И ударяемся в воду. Нет, это уже такое себе, на самом деле, пошло. Что-то разочаровываться начал в сегодняшнем ролике. Я думал, все будет как первые две машины. Так, ну, повреждения, конечно, есть. Спереди у нас ничего нету. Капот у нас помялся. Стекло переднее у нас разбилось. Уже, знаете, по спидрану тупо говорю. Вот эта фигня. Как его, багажник крышной. Надкрышный. Господи, короче. Верховой багажник. Ух. Помялся. Что еще? Что, что, что еще? Я не знаю, это вмятина или нет. Или просто какая-то хрень. Давайте посчитаем просто за маленькую динформацию. Если так посмотреть, то вообще повреждения нет. То есть, вот так вот посмотреть, то маленькие есть. Я за это, ну, максимум могу поставить, наверное, 2 балла из 10. Ну, потому что не очень типично, на самом деле, разбилось. Вот прям вообще. Типа капот, стекло переднее и багажник. И все. Ну да. 2,10 балла я ставлю. Мазды. ЦХ-7. Двигаемся к следующему автомобилю. Следующий автомобиль это Mitsubishi. Диамант. Вроде бы как. Не читал название, на самом деле. Я просто, блин, на память говорю, на самом деле. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Погнали. О, завелась. Все, отлично, отлично. Я что-то даже испугался. Думаю, ну, блин, опять мод неправильно скачал. Я просто перед этим, перед тем, как уйти вообще из дома. Я моды чекал, чекал. Что-то попадает скид сломан и все. Подым. Опа. Во. Во, начались повреждения, которые я, в принципе, мечтал, можно так сказать. У нас тут деформация довольно сильная. У нас открылся багажник немножечко. Помялась крыша. Уже на 2 балла, кстати, она помялась. Не то, что на 1 балл, потому что она, смотри, как сильно. Хорошо, это уже 3 балла. Стекла разбились, это уже 4 балла. Лобоуха разбилась. Чуть ли не... Нет, это уже 5 баллов, мне кажется. Ну да, короче. А, ну и капот помялся. Ну да, это 100% 5 баллов. А нет, смотрите, деформация еще вот тут есть. Блин. 5 или 6 поставить, 5 или 6. Да блин, я не понимаю, что ставить. Ну, не знаю. Давайте... Ладно, давайте я все-таки 6 из 10 баллов поставлю, потому что это все-таки Митсубиси. Все, хорошо. Значит, Митсубиси, диамант. Вот, у нас сегодня получает 6 из 10 баллов удар об воду. Двигаемся к следующему автомобилю. Следующий автомобиль это САБ-9-3. Что-то аэрокупе, по-моему. Во, нормас. Запомнил название. Салон, кстати, тут вообще шикарнейший. Просто мне очень нравится этот салон. И вообще внешка имба прям. Давайте на счет 3. 1, 2, 3. Все, погнали. Опа. Все. Вот это, конечно, звучок мотора. Это прям вообще имба. Так. У нас при полете повредился, по-моему, передний бампер. Вот это, вот это вот сегодня самое красивое падение. Вот серьезно говорю. Да пусть даже, в принципе, на дно упадет. Потому что таких вот повреждений на дне машины вроде бы нету. Хорошо. Давайте же посмотрим. Вот так вот даже без камеры можно смотреть. Без фрикамеры имеется в виду. Так, хорошо. У нас капот погнулся. И плюсом помялся. Колеса деформировались. Плюсом передний бампер, я так понял, отлетел уже от удара. На крыше есть маленькая вмятина вот здесь. Вот я не знаю, вам видно или нет. А двери открылись. Здесь имеется в виду задняя дверь и передняя. Все-таки багажная дверь, она как дверь считается. Отлично. Стекло выбило. Багажник сам сзади помялся. Плюсом наверху, там где спойлер. Спойлер же? Господи. Спойлер помялся. Потом. Шина лопнула, по-моему, сзади. Очень прикольные на самом деле повреждения. Не то чтобы какие-то сильные, но они очень нестандартные будто бы. Я за такую красоту могу поставить, наверное, 6 из 10 баллов. Короче. Сегодня у нас САБ-93 Аэро Купе получает 6 из 10 баллов удара об воду. Получается. Я думаю, все с этим согласны, потому что красиво упал прям. Двигаемся к следующему автомобилю. Очень давно, на самом деле, у нас в роликах не было ЗИЛ-117. Я помню, говорил, что с ним много роликов будет. В итоге ничего с ним и не придумал. Ну как не придумал? Придумал, наверное, но просто не снимал. Вот так вот он выглядит. Шикарный автомобиль, на самом деле. Довольно такой крупненький. Кстати, купешка по факту считается что-нибудь, потому что он 2 двери плюсом. Кабрик. Ну, короче, имба. Давайте начнем 3. Раз, два, три. Все, погнали. Так. Ой-ой-ой. Вот это мощь. Вот это мощь. Он сейчас всем, мне кажется, по лицу тут даст. Мне интересно, как он разложится. Вообще, долетит ли он? Вот что меня интересует сейчас. Ну да, долетит-то ладно. Ладно, не выпендривайся. Все-все-все. Хорош-хорош. Бум. Вот. Вот сегодня реально прям очень интересные повреждения. На дно не садимся. Из повреждений об воду я могу сказать, что уже помялся багажник. Плюсом он приоткрылся. Потом сзади больше ничего вроде как нету. Не выбило фары. Да, ничего не разбилось. Секло у нас деформировалось. Плюсом разбилось. Капот у нас помялся. Чуток приоткрылся. Стал немножечко дугой. Фары. Блин, жалко, фары не разбились. Я бы за это баллов до хрена бы накидал на самом деле. Но самое интересное то, что он наполовину бутыл. Видите? Тут прям некая трещина, можно так сказать. В общем, мне кажется, если он сейчас упадет, он прям разобьется. Давайте посмотрим вообще, как он сейчас. Мне просто самому интересно. А, нет. Блин, жалко. Я думал, сейчас на две части поломится. Но за такие повреждения я могу максимум что поставить. Это 5 из 10 баллов. Ну и то. Один балл я докинул из-за вот этих всяких. В общем, ЗИУ-117 Кабрик плюс купешка получает 5 из 10 баллов. Двигаемся к следующему автомобилю. Следующий автомобиль это Доджока. Я ее так назвал, потому что, ну видите, сами морду вообще отчего у Акушки. Давайте посмотрим салон. Ну салон как салон АК, есть АК. Так, все, в реальном времени сделал, а то что-то я баканул. Давайте начнем три. Раз, два, три. Вот штавки. Вообще она долетит. Вообще она сколько гонит? Нихрена себе. Достаточно мощная, кстати, на самом деле. Опа. Самолет. Окей. Я тебя понял. В два раза делаем замедленное действие. И ударяемся. Ну я уже вообще сразу могу даже не смотреть, в принципе, что-то повредилось. Я сразу могу поставить либо 2 из 10, либо 3 из 10. Ну просто пусть молится, если я найду хоть одно, типа потрескавшееся стекло. Ладно, я нашел приоткрышуюся дверь немножечко. Хорошо. Багажник открыт. Багажник помялся. Ладно, уже 3 балла. Все, 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 не быкую. Что дальше? Морда. Морда жива. Капот. Капот приоткрыт помялся. Хорошо, 4 балла. Все равно я оставлю 4 из 10, потому что это вообще не впечатляет. На самом деле. Такая бронированная тачка на самом деле у нас попалась. До джока у нас упала. Ибо не хрен. Двигаемся к следующей автомобилю. Следующий автомобиль и предпоследний на этот раз. Это у нас Лада Гранта. До рестайлинговая. Давайте посмотрим, как она проедет. Вообще доедет она или нет. Точнее, перелетит ли. Типа. Сушу, можно так сказать. Ну да, я уже вижу, что да. Все, полетели. Отлично, скорости хватило. Аэродинамики типа тоже хватило. Сочтемся. Ударяем. Ух ты. Ой-ой-ой. Вот это король сегодня повреждений. Я отвечаю. Я это сразу, мне кажется, на 10-10 поставлю. Тут вообще настолько нестандартные, блин, повреждения. Во-первых, смотрите. У нее дно вообще погнулось. То есть оно уже, блин, будто бы в салоне, да? Капот помят. Да тут все помято. Тут бачки помяты. Двери помяты. Потом. Сзади даже, блин, багажник помят приоткрыт. Аномалия с крышей. Аномалия со стеклом. Открывшаяся дверь. Короче, я ставлю, наверное, нет, не 10, нет, нет, что-то я слишком жирно. Я ставлю 8,5 из 10 за такие повреждения, потому что они максимально нестандартные. Как минимум, она очень эпично упала. Lada Granta сегодня получает 8,5 из 10 баллов за повреждения об воду. Двигаемся к последнему автомобилю. Следующий автомобиль это Land Rover Defender. Довольно старенькая, на самом деле, машина уже. Но она все так же эпично выглядит, очень красиво. Салон у нее вот такой, кому интересно. Кстати, какая-то низкая посадка, будто бы. Давайте на счет 3 на ней погоним. Раз, два, три. Погнали. Надеюсь, ролик, блин, хотя бы получится на 11 минут. То есть, сегодня как-то мало, что ли, снял. Опа. Блин, надо было притормозить. А нет, все равно, все равно не перелетит. В два раза делаем замедленное действие и смотрим, как он повредится. И ударяемся. Вот. Сегодня лучшие повреждения, которые когда-либо были за эту рубрику. Потому что, смотрите, тут опять все по-интересному. Во-первых, у него отлетели вообще детали. Детали тоже деформировались. Точнее, багажник погнулся. С колесом ничего, оно просто оторвалось. Тут вообще исчез багажник. Ну, вот он типа, да. Окей. Погнулась эта хрень. Почему-то сквозь текстурку прошел. Ну, как бы номер, да. Я не знаю, как табличка назовусь, типа. Дальше что еще? Дверь у нас погнулась. Стекло выбило, по-моему. А, да, стекло выбило. Смотрите. Потом. Погнулся у нас капот. Приоткрылся плюсом. Хорошо. Тут тоже все погнулось. У V8 написано. Имба. Тут стекло выбилось. Сзади, кстати, стекла не выбились почему-то. А сверху? Сверху тоже нет. Сверху даже повреждений никаких, по факту, нет. Блин, ну, на самом деле, прикольные получились повреждения у ленд-дровера. Я бы поставил, на самом деле, 6 из 10 баллов. Потому что он просто эпично упал. Хорошо. Ленд-дровер у нас сегодня за удар об воду получает 6 из 10 баллов. И мы приступаем к концу ролика. Если вам все понравилось, то напишите об этом в комментариях. А то комментариев вообще мало. Также напоминаю, что 200 лайков и будет продолжение. Но уже не то, что вне очереди, а просто как бы продолжение вообще самой рубрики. Также делитесь своими идеями для BMG Drive. Вступайте в мой телеграм-канал и дискорд сервак. Недавно появился. С вами был я, Херозен. Всем удачи. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok